В обращении ветеранов Национального освободительного движения Абхазского народа и депутатов предыдущих созданного Народного собрания Абхазии, парламента Республики Абхазия, к депутатам пятого созданного Народного собрания Парламента Республики Абхазия. Уважаемые депутаты, сложная общественно-политическая ситуация в стране, складывающаяся в связи с массовой паспортизацией граждан Грузии, то гроза безопасности Абхазского государства, исходя из ответственности, которую мы, ветераны Национального освободительного движения и депутаты предыдущих созданного парламента Республики Абхазии, испытываем перед своим народом и государством, обращаемся к вам. По поводу данной проблемы со своим видением и предложением, ибо нынешняя ситуация для создавшейся Абхазской политической элиты и в целом всего многонационального народа Абхазии является испытанием по отношению к идеалам свободы и государственной независимости страны, к верности, памяти героям, отдавшим жизнь за будущее нашей Абхазии. Нет необходимости напоминать вам фундаментальное значение гражданства как такового, но тем не менее позволим себе повторить истину о том, что источником существования любого государства является народ, состоящий из граждан, создателей и патриотов. Без этого государство разрушается, ибо территорию захватывают граждане других стран, а население растворяется в чужом политическом, экономическом и политическом мире. В этом отношении по инициативе исполнительной власти Абхазии в Гальском, Ачемчевском и Творчевском районах создана чрезвычайная ситуация. За последние два года в нарушении действующего законодательства десятки тысяч лиц грузинской национальности, будучи не гражданами Республики Абхазии, получили паспорта Абхазии. В целом, получившие абхазские паспорта в этих трех административных единицах, представители грузинской национальности превышают численность абхазов. Нет сомнения, что в данном регионе немало лиц, заслуживающих и гражданство Абхазии, и национальные паспорта. Но не следует забывать, что здесь мы имеем дело с веснасложным разнородным контингентом, среди которых подавляющее большинство и обдаются гражданами вражеской нам Грузии. Их массовая паспортизация напрямую подрывает ослои институционного строя Республики Абхазии. Помимо гражданства Грузии, недоверие к населению данного региона вызывает те немаловажные обстоятельства, что значительная часть жителей этих районов в годы грузино-абхазской войны принимала активное участие в различных воинских подразделениях, оккупационных войск Грузии против Республики Абхазия. А после войны тайно содействовала или же непосредственно участвовала в террористической войне, проводимая спецслужбами Грузии против Абхазии. На наш взгляд не выдерживает никакой критики и мнения о том, что жители Гальского района это ассимилированные Абхазии, поэтому их следует считать гражданами Абхазии. Мало того, разве мало бывших или нынешних жителей этого региона, которые носили абхазские фамилии, но воевали против Абхазии. Или же служили и служат в различных карательных, административных и политических структурах Грузии. И все же, как известно, главное не фамилия или происхождение человека, а его национальное самосознание, ах дыра в Абхазии. Истинная, а не фиктивная гражданская принадлежность и позиция. Разве получил абхазское гражданство и паспорт, они перестанут питать ненависть к Абхазам и государственности? Конечно же нет. Незаконная, упрощенная процедура получения абхазских паспортов угрожает безопасности Абхазии. Превращает территорию Гайского района в плацдаром для расширения грузинской, читай, натовской, агентурной, реферационно-террористической сети по всей стране. Поэтому однозначно, что попытка поспешной интеграции в кодичках граждан Грузии в абхазское общество может привести к обострению и без того непростой криминогенной и политической ситуации в Абхазии, что и наблюдается. И очередной фазе широкомасштабной военной агрессии против Абхазии с участием крупных политических игроков. Чтобы пресечь распространение юрисдикции Грузии на Абхазию и обезопасить наше народное государство, одно выбор считаем необходимо. Первое. Принять соответствующие меры для выполнения требований, указанных в статье 2 Конституции Республики Абхазия. Второе. Принять закон Республики Абхазия об аннулировании паспортов незаконно выданных гражданам Грузиям под видом жителей Гальского, Ченчевского и Творчайского района в Абхазии. Третье. Принять закон Республики Абхазия о статусе берглица. Четыре. Принять закон Республики Абхазия о крислингах, коллаборационистах. Пять. Проводить всеобъемлющую регистрацию лиц, вернувшихся в Республику Абхазии на основании требований ОВКНБ. Шестое. На основании требований международных актов, в частности Жиневских, Конвенций ООН с 1949 года, а также Конвенций ООН с 1951 года о статусе беженца, статья 1 и других, выявить среди жителей Республики Абхазии лиц о служивших войсках, полицейских, подвозделениях и иных вооруженных формированиях Грузии. Б. В отношении которых имеются серьезные основания предполагать, что они совершили преступления против мира, военные преступления или преступления против человечества. В. Сотрудничавших с грузинскими оккупационными властями, кристинги и коллаборационисты. Г. Сотрудничавших с грузинскими диверсионно-террористическими группами. Д. Препятствовавших абхазскому народу в осуществлении права на самоопределение и права на самооборону внешнего врага. Е. Восстановивших или принявших гражданство Грузии. Ж. Находившихся на учете на территории Грузии в качестве беженца для перемещенных. Седьмая. Властям Республики Абхазии, прием граждан Республики Абхазии, жителей Гальского, Чемчирского и Туачарского районов, осуществить исключительно в индивидуальном порядке, как это требует действующий законодательство. Восемь. Разработать и утвердить образец документов о введении жительства Республики Абхазии. Надеемся, что депутаты Народного собрания Республики Абхазии с пониманием отнесутся к нашим предложениям. С уважением подписей, слышит РС-1, но подписи продолжается, но будет очень. Спасибо.